Хорошо. Еще раз добрый день. Рада вас приветствовать. Спасибо большое. Конечно же, у нас сегодня тоже тема не менее интересна. Естественно, на слуху у многих это духовно-нравственное направление воспитания в образовательной организации. Хочу сразу предупредить, если будут вопросы, пожалуйста, можете писать также в чате. Либо есть специально отдельное окошечко, где есть знак вопроса, и туда задать свои интересующие вопросы. Постараюсь бдить ваши вопросы и отвечать параллельно. Но все же. Итак, как уже представили, я являюсь кандидатом в педагогических наук, доцентом в кафедру теории методоначального образования непосредственно Акмулинского университета. И сегодня постараюсь вам раскрыть аспекты как раз-таки духовно-нравственного воспитания. Естественно, мы с вами понимаем, что ступени образовательной организации, они начинаются с дошкольного, но прекрасно понимаем с вами, что дошкольное образование является ступенью на выбор, да, необязательным как начальное общее образование. Но, однако, все же мы никак не можем отрицать влияние, огромное влияние как раз-таки на развитие личности, дабы понимаем, что ребенок, который проходит социализацию уже в дошкольном возрасте, то уже более спокойно адаптируется и также на ступени как раз-таки порога, допустим, первого класса. И, естественно, и о духовно-нравственном направлении воспитания также стоит упомянуть. Конечно же, когда мы с вами говорим о направлениях воспитания, мы всегда четко с вами знаем, что согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, дошкольного образования существует как раз-таки пять областей развития личности, которые развиваются непосредственно согласно требованиям стандарта. И духовно-нравственное как раз-таки направление воспитания, оно проскальзывает не только в рамках, например, социально-коммуникативного развития, или, допустим, речевого развития, но и в том числе физического развития. Все мы знаем, что в ходе, например, каких-либо изучений, допустим, устного народного творчества, также идет как раз-таки духовно-нравственное воспитание детей. Если мы с вами вспомним о том, что воспитание есть целенаправленный творческий процесс управления становлением и развитием личности ребенка в пространстве образования, то, конечно же, понимаем с вами, что понятие воспитания, оно очень многогранное. И на самом деле воспитание всегда понимается как такое более хаотичное, возможно, не структурированное как раз-таки направленность. Почему не структурированное? Ну, давайте вспомним с вами. У урока есть своя типология, есть этапы. Мы знаем с вами такую фразу, как внеурочная деятельность. Наверняка кто-то из вас слышал и, возможно, даже работают как раз-таки в рамках образовательной организации и знают, что такое внеурочное занятие. И во внеурочной деятельности также есть понятие структурированности. То есть, когда мы с вами понимаем, что в образовательном процессе понятие как раз-таки существует также и воспитание, мы же не можем с вами обговорить, что воспитываем в рамках, допустим, с 8 утра до 8.30, да, как бы это сейчас глупо не звучало, но все же. Потому что воспитание проходит всегда. То есть, оно происходит настолько спонтанно, что ребенок, находясь в классе, испытывает как раз-таки эффекты воспитания, да, в том числе выходя на территорию, допустим, школьного двора и, конечно же, существуя непосредственно в социальной среде, воспитание воздействует непосредственно, допустим, во дворе, либо, например, на лестничной площадке и так далее. Поэтому, конечно же, этот термин, он настолько разносторонний и глубокий, что его определение насчитывается более 150. Около 200 как раз-таки определений существует вообще по воспитанию. И как нельзя кстати, Константин Дмитриевич Ушинский, который является одним из самых величайших педагогов непосредственно по нашей отечественной как раз-таки, да, педагогике, говорил о том, что нужно понимать душу ребенка. И говорить о целях можно, но вот каким образом это преподнести ребенку и каким образом как раз-таки воспитать более гармонично, конечно же, здесь задается вопрос не только родитель, но и воспитатель, учитель, в том числе наши любимые бабушки и дедушки, которые всегда пытаются воспитать своего внука, да, или внучку по-своему. И здесь для вас как раз-таки существует QR-код, по которому вы можете пройти и посмотреть программу с сайта как раз-таки Института воспитания, да, семьи и детства. Понимаю, что возможно кто-то из вас уже в курсе данной программы, но все же мы же должны с вами понимать, с чего все начинается, да. Естественно, когда вами непосредственно было изучено, надеюсь, что все-таки есть те личности, которые нормативно проводят документацию, изучают вдоль и поперек, и для своего, так скажем, кругозора как раз-таки расширяет понятие необходимого для его деятельности. Здесь существует и практическое руководство воспитателю о воспитании. Конечно же, данное руководство, оно содержит в себе несколько блоков, и вот один из этих блоков в соответствии сейчас нынешнего как раз-таки сезона, да, у нас январь-февраль, в будущем как раз-таки предполагает следующую ценность месяца. Вот посмотрите, сейчас еще раз вернусь к предыдущему слайду, чтобы более понятно было для тех, кто, может быть, по каким-то причинам запамятовал, да. Существуют как раз-таки все эти девять тетрадей для воспитателя, три формы взаимодействия педагог-родители, четыре модуля совета для родителей и шесть содержательных форматов. И вот как раз-таки в рамках данных блоков существует еще отдельное такое подспорье для того, чтобы воспитатель мог воспользоваться. Обратите внимание, сейчас у нас январь месяц, в будущем как раз-таки у нас февраль, тоже интересные существуют ценности. Ценность месяца заявлена январь. В январе здоровье. Проект месяца, да, зимняя забава. Ну, конечно же, любой ребенок любит развиться и раскрывает все свои таланты поедания, так скажем, снежинок и так далее. Но, казалось бы, в чем же здесь духовно-нравственное воспитание? Ну, давайте еще раз вспомним с вами. Когда мы пытаемся ребенка включить в любой вид деятельности, мы всегда ориентируемся на то, что ему нравится, да. То есть нужно вызвать вот этот интерес, нужно, чтобы ребенок проявил активность самостоятельно. То есть непринутительно, как часто делают, да, как раз-таки его инициатива является основой. Естественно, в ходе изучения произведений, посвященных нашему любимому периоду зима, да, конечно же, ребенок начинает вспоминать не просто заучивая стихотворение про Новый год или, например, про снова же его любимые сосульки, а как раз-таки его духовно-нравственное воспитание начинается с того, что почему называется этот праздник-то Новый год, а что любили делать в старину, например, на Новый год, а когда раньше вообще был Новый год. И даже элемент того, что оказывается ранее, это был другой календарь, да, это уже есть как раз-таки духовно-нравственный посыл. То есть непосредственно изучение, вот обратите внимание, каких тут стихотворений, да, например, глупая лошадь, мышонок, крошка выходит на лед, или, например, просмотр мультфильмов и так далее, все это является не просто развлекательным элементом для ребенка, чтобы его отвлечь, но в первую очередь развитие его духовно-нравственного воспитания, его как раз-таки речевого развития. Ведь не каждый ребенок может выразить свою мысль, обосновать, сделать причинно-следственные связи, либо, например, высказать свое мнение лишь от того, что он испытывает чувство стеснения, да. И, конечно же, важно нам, как сотрудникам как раз-таки образовательной сферы, раскрыть у любого ребенка талант. И обратите внимание, что как раз-таки данные методические рекомендации, разработанные как раз-таки под руководством Института изучения семьи и детства, обращают следующее, что особое внимание в работе будет уделено воспитанию у детей, стремлению поддержать заболевшего человека, порадовать его. Но ведь на самом деле, когда мы с вами проявляем заботу о другом человеке, пусть это будет там бабушка, дедушка, или, возможно, там заболел кто-то из родителей, естественно, ребенок начинает беспокоиться. Да, конечно, казалось бы, зачем тревожить малое дитя, но ведь именно с малого начинается воспитание детей. Когда маленькие, они чувствуют и видят, что, например, нужно помочь, может быть, я не знаю, поднести какое-либо лекарство, может быть, хотя бы стакан воды налить, возможно, там, я не знаю, убраться в комнате, держать какое-то время тишину, потому что очень разболелась голова. Вот здесь и есть понятие, что да, я забочусь о своей семье. Ведь как раз-таки базовая ценность семья, это является основой непосредственно по не только концепции духовно-нравственного развития и воспитания, которая сейчас является менее актуальной, но и в том числе рассматривается и в рабочей программе по воспитанию. То есть вот она, семья моя, я беспокоюсь, я поддерживаю, я проявляю свою любовь, уважение, заботу. И, конечно же, это в рамках действий. Возможно, у ребёнка не получится сразу понять, как это правильно выполнить. Может, он вам преподнесёт слишком холодную воду. Здесь, конечно же, реакция взрослого должна быть правильная, адекватная. Если есть момент того, что вы видите, что он старается, ну, можно, конечно же, преподнести, что, малыш, а можно потеплее. Спасибо большое, но у меня так горло болит. Вот холодной воды бы не хотелось. То есть есть же, опять же, правильный посыл. И, конечно же, следующий месяц, который тоже хотелось бы вам продемонстрировать, ценность которого является дружба, это месяц февраль. И здесь предлагается такой вот проект создать как раз игровой макет «Пластилиновый город». Дети, я не знаю, насколько, конечно, все или подряд, но большинство любят лепить. И лепят они с удовольствием, потому что у них это получается, они создают своего рода образ, да, как раз-таки, конечно же, здесь надо грамотно преподнести информацию, каким образом пластилин, например, нужно согреть. Был тот случай, когда ребенок просто положил на батарею и забыл. Естественно, пластилин просто растекся. Мы знаем с вами, что нужно его согреть, конечно же, в руках, и можно даже подуть на него. Но сейчас, благо, настолько бывают пластилины мягкие, что труда не составит его быстренько там из него слепить колбаску, либо колобок, или еще что-то. И вот смотрите, в чем здесь, почему, казалось бы, дружба пластилиновый город? Конечно же, когда воспитательная работа проводится на формировании у детей как раз-таки дошкольного возраста общей человеческой ценности дружба. Посмотрите, ведь через понятие как раз-таки главных героев, например, таких произведений, как про Воробья Воробьевича и веселого трубочиста Яшу, Ерша Ершовича, Мамина Сибиряка, естественно, возможно, вы рассмотрите другие рассказы, ну, например, может быть, даже и мультфильм подключите, как здесь рекомендовано, где начинается радуга, дружба, бабочки. Но важно не всегда идти ровно так, как вот, например, прописали в методических рекомендациях. Если вы понимаете, что необходимо включить региональный компонент, например, на территории Республики Башкорстан, есть как раз-таки тоже большое количество произведений, которые были непосредственно опубликованы нашими великими писателям, поэтами и так далее. Но есть момент того, что ребенок уже с малого начинает как раз-таки знакомиться со своей малой родиной, да, он начинает узнавать произведения, которые позволяют развивать его духовность, не только, например, предложенные, да, как мы здесь видим, по рекомендациям, но и в том числе с регионального компонента. Почему заострило внимание на региональном компоненте? Лишь потому, что каждый ребенок растет и начинает постигать родину как раз-таки с малой, его частички. Вот если задуматься о том, а что является для вас малой родиной, естественно, у кого-то, может быть, ассоциация возникнет с домом, где он родился, да, и это на самом деле большинство как раз-таки поддерживают такую идею, да, но у кого-то возникает как раз-таки особенно детей ощущение, что малая родина – это вот не тот дом, где он родился, а вот где ему хорошо, где ему весело, где, возможно, его там приятно встретят. То есть есть искажение небольшое, да, есть ощущение того, что не все мы мыслимо одинаково. Естественно, это нормально, и поэтому для детей данного возраста нужно постепенно объяснять, поэтому я всегда советую включать региональный компонент, то есть мы всегда ориентируемся на региональный компонент, потому что он как раз-таки и начинается. В конце-то концов, мы, видите, когда детям поем песни, если мы знаем хорошо свой язык, мы говорим на своем языке, правильно же? Например, если у меня в семье принято на башкирском, естественно, я буду говорить и на башкирском языке, и в том числе передавать песни своего народа. Вот, и есть момент такой, что, конечно же, особое внимание здесь уделено воспитанию детей, стремлению порадовать пап и дедушек, сделать для них подарок к празднику. Естественно, мы понимаем, какой праздник будет в феврале, но давайте вернемся все-таки к проекту месяца, пластилиновый город. Конечно же, в ходе построения такого пластилинового городка дети начинают задумываться, а какие жители его будут населять, а насколько они между собой будут взаимодействовать, будут ли они дружить. И здесь очень даже хорошо просвеживается отношение ребенка к окружающим. То есть, то ли он себя, например, изобразил, допустим, со своим другом, и вот в этом домике он со своим другом проживает, а может быть, он проживает только с кошкой. Это его любимый, например, там, я не знаю, как раз-таки друг, это вот какой-нибудь там котенок, пускай барсик будет, условно говорю. Естественно, вы, как мудрые воспитатели, увидите и заметите, каким образом личностные и межличностные отношения выстраиваются у ребенка. Другой момент, можно также оговорить о правилах, о правилах как раз-таки времяпровождения в этом городе. Может быть, будут они установлены по-своему. Каким образом будет застроена детская площадка. Может быть, дети придумают еще, например, застроить проект цирка. Как вариант. То есть здесь ведь, опять же, кроме развития мелкой моторики, которая позволяет как раз-таки закрепить, да, речевое развитие, которое позволяет закрепить как раз-таки наши мыслительные операции, да, развитие мелкой моторики очень важно, мы все прекрасно об этом знаем, конечно же, идет, и опять же, что духовно-нравственное воспитание детей. При работе в паре, тем более, потому что дети, кроме того, что проявляют свою коммуникацию, развивают свои, допустим, точки зрения, необходимо учесть, каким образом он обращается к своему собеседнику, использует ли он вежливые слова, как он передает эту ценность, да. То есть ведь дети часто интерпретируют как раз-таки информацию, полученную от взрослых. И, конечно же, что они увидели непосредственно, да, как вот картинка, как вот кинопленка, повторяют в своей деятельности. И, естественно, здесь можно заметить, к сожалению, и нецензурное выражение, хотя это, казалось бы, не соответствует возрасту этого непосредственно, да, но все-таки такие детки существуют. Это, конечно же, беда в первую очередь родителей, законных представителей, кто вот воспитывает таким образом детей, потому что в первую очередь дети то, что видят у взрослых, то и повторяют. Они копируют буквально все элементы взрослой жизни. И в рамках как раз-таки данного проекта, там, если раскрыли еще раз эту интереснейшую тетрадь, то вы увидите, что существует несколько направлений воспитания, которые рекомендуется следующим образом раскрыть. Ну, посмотрите, вот, например, патриотическое воспитание, да, социальное, познавательное, или, например, также существует трудовое, физическое и оздоровительное, этико-эстетическое. То есть между ними, казалось бы, да, проходит как раз-таки тесная взаимосвязь, но и духовно-нравственное воспитание также имеет место быть. Ведь еще раз повторюсь, каждый из нас понимает, что, например, допустим, будет новогодний спектакль с участием детей и взрослых. Мы прекрасно знаем, что каждый раз на Новый год дети старательно заучивают стихотворение, движение танцев, они учат небольшой сценарий, в этом помогают, конечно же, и музыкальные руководители, в том числе воспитатели, нянечки, все в этом участвуют, и родители в том числе. Но нужно обратить внимание на один момент. Просто вот сейчас, возможно, отклонюсь немного от темы, но когда возникает желание родителей как раз-таки, да, преподнести такой вот интереснейший образ на утренник, начинается в некоторых, так скажем, образовательных организациях момент того, что девочки должны быть, например, снежинками, а мальчики пусть будут снеговиками. И вот у кого-нибудь из взрослых обязательно проявится желание, а почему опять снежинки. И здесь, казалось бы, ну абсолютно есть доля такого невоспитанности взрослого, который не может смириться с указанием того, что нужно вот все должны быть снежинками. То есть есть понятие того, что все идут в одной форме, да, на утренник. Но опять же, ведь понятие, что костюм будет снежинки, у всех ассоциируется по-разному. Естественно, выражая свое мнение, то, что почему снова опять такого рода как раз-таки костюмирование происходит, вызывает лишь вопрос к взрослому. А почему он настолько негодует, допустим, да, и свою как раз-таки невоспитанность проявляет. Считается, что, конечно же, чтобы все должны быть одинаковы. Невозможно же рассмотреть, допустим, на утреннике самый там, допустим, я не знаю, яркий там костюм, либо, возможно, огромные там, допустим, будут какие-либо еще украшения и так далее. То есть как взрослые реагируют на просьбы, порой даже воспитателей, очень ловко потом уже демонстрируют наши дети. То есть дети уже непосредственно видя, что, оказывается, можно выражать недовольство таким образом, они тоже постепенно начинают выражать недовольство и в сторону как раз-таки, например, того же самого воспитателя. Естественно, мы прекрасно с вами понимаем, что именно в семье начинается вот это вот как раз-таки правильное воспитание, а возможно даже с небольшими ошибками и недочетами. И говоря уже про духовно-нравственное воспитание далее, хотелось бы подчеркнуть, что в рамках как раз-таки предложенных направлений духовно-нравственное воспитание очень тесно взаимодействует с патриотическим. Потому что при изучении, например, произведений о родном крае или, например, возможно, при проведении мероприятий, допустим, о народностях или традициях Российской Федерации, существует своего рода как раз-таки вот эта вот подпитка духовности. И когда мы проводим занятия, естественно, вот по крайней мере в рамках системы начального общего образования, мы всегда понимаем, что воспитательное занятие должно нести как раз-таки три между собой связанных звена. В первую очередь это интеллектуально-познавательная часть, то есть интеллектуально-познавательную составляющую, что он узнает непосредственно, ребёнок, что может преподнести учитель по этой теме. Обязательно рассмотреть, конечно же, эмоционально-чувственную часть, то есть какие эмоции вызовет это занятие у ребёнка, что сможет передать учитель по этой теме, и поведенческую. Почему необходимо рассматривать такие области? Ещё великими дидактами как раз-таки было проговорено то, что существует три взаимосвязанных компонента, когда мы с вами рассматриваем воспитательное занятие. Воспитательное занятие в первую очередь должно отвечать как раз-таки тому, что ребёнок познаёт, он чувствует и в рамках своего поведения действует. И, конечно же, когда мы с вами проводим мероприятия, в том числе патриотического характера, мы с вами понимаем, что и духовно-нравственное как раз-таки воспитание реализуется. В связи с чем? В связи с тем, что, например, давайте возьмём тему такую, стремись сохранить традиции своей семьи. Естественно, ребёнок узнаёт, какие традиции в его семье существуют. А вообще, что такое традиция? А может, их вообще нет в семье? Какие он услышит в ходе мероприятия, что, оказывается, возможно, какие-либо традиции есть также у его одноклассника. Конечно же, он услышит и другие традиции. Естественно, он из пару, допустим, общих традиций, может быть, например, каждый, например, выходной день выходить, например, на прогулку, либо ездить к бабушке с дедушкой, это его традиция. Или, например, каждый четверг, условно говоря, может быть, они посещают, допустим, какие-то культурные, например, центры. Но обратите внимание, в рамках как раз-таки этого духовно-нравственного воспитания идёт и гражданско-патриотическое, потому что ребёнок понимает, что я являюсь частью семьи, я закрепляю за собой вот эти традиции, есть традиции у каждого человека на этой земле, и что есть общие традиции, которые позволяют как раз-таки развивать чувство патриотизма и духовности в целом. То есть ребёнок как раз-таки ориентируется, что земля, да, вот как раз-таки мы здесь вот видим, что это наш общий дом, а человек – часть природы тоже. И вот обратите внимание, здесь приводится своего рода как раз-таки пример по патриотическому тоже воспитанию. Если будет интересно, после того, как вы скачаете презентацию, ещё более подробно можете ознакомиться, потому что в целом вопросы такого рода, они фигурируют непосредственно по каждому направлению воспитания, и обязательно необходимо сделать акцент на элементарных представлениях, да, то есть непосредственно данной тематике, в том числе насколько взаимосвязаны и взаимодействуют эти части, да, как раз-таки, и, конечно же, знакомство непосредственно с историей возникновения, например, игрушки. Даже вот возникновение игрушки вызывает у детей, особенно вот раннего такого дошкольного возраста, интерес, неописуемый интерес, а как вот, допустим, появилась эта кукла, или, например, каким образом появились пазлы. То есть ведь самая главная задача, что вы с ребёнком тоже можете сотворить совместную такую игрушку, да, и, естественно, каждый из детей начинает вспоминать, как он с этой игрушкой, любимой, играл. Может быть, он никогда не захочет с ней расстаться. Возможно, у него воспитание позволит настолько пробудить, как раз-таки, любовь не только к игрушке, но и в целом, как раз-таки, его семье. Это очень важно, потому что совместное взаимодействие родителя с детьми является как раз-таки основой, основой любой направленности воспитания. И также хотелось бы продемонстрировать небольшой такой вариант реализации гражданско-патриотического, в том числе духовно-нравственного направления воспитания в одном из детских садов города Уфа, как раз-таки нашей республики Башкортостан. Если кто-то, например, в курсе, это прекрасно, это плюшевый мишка, который существует уже несколько лет, да, он поддерживается до сих пор. И вот как раз-таки каждый раз дети обмениваются между собой подарками, такими плюшевыми медведями, в том числе пишут письма обязательно, то есть здесь даже помогают и родители, потому что письмо нужно отнести на почту, его отправить, его правильно оформить. Естественно, прикладываются фотографии, дабы каждый ребенок хочет же увидеть, получил ли он посылку, этот детский сад, да. И здесь вот как раз-таки буквально недавно реализовывался проект как раз-таки на территории Республика Беларусь-Республика Башкортостан. И такого рода проекты, конечно же, на уровне детского образовательного учреждения они существуют в большом количестве, это лишь один из вариантов. Переходя постепенно к системе начального общего образования, хотелось бы затронуть такой как раз-таки документ, который внес изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Конечно же, мы все с вами прекрасно знаем, что статья первая, она привнесла небольшие как раз-таки изменения об обязательных требованиях в Российской Федерации. Здесь также для вашего удобства существует QR-код, чтобы вы могли пройти и ознакомиться более подробно. Стоит упомянуть о том, что существует федеральная рабочая программа воспитания, которая описывает непосредственно целевые ориентиры и направленности воспитания. Мы с вами понимаем, что это и духовно-нравственное направление, это, конечно же, и ценности научного познания, и гражданско-патриотическое воспитание, и трудовое, и так далее. И важно раскрыть, что федеральная рабочая программа воспитания, она согласна как раз-таки утвержденной структуре, включена в федеральную образовательную программу. Мы с вами понимаем, что в федеральной образовательной программе, как многие из нас уже знают эту аббревиатуру ФОП, как раз-таки кроме рабочих программ по предметным областям, включена и программа по воспитанию. И вот как раз-таки понятие такое существует инвариантного содержания, воспитания и вариативного компонента. Вот вариативный как раз-таки компонент включает в себя духовно-нравственные ценности культуры и традиционных религий народов России. То есть здесь вот прям выдержка из этого документа, пункт 24.2.1, который размещен в целевом разделе. Давайте пройдем дальше. Непосредственно, конечно же, данную программу вы можете найти на сайте. Здесь вот специально для вас также представлен скриншот с сайта Института изучения детства, семьи и воспитания. Но также напоминаю, что существует и утвержденный календарный план. На каждый учебный год он обновляется и утверждается для того, чтобы на территории Российской Федерации, в том числе, каждая образовательная организация реализовывала непосредственно, опираясь на данные рекомендации. Стоит также вспомнить о том, что понятия урочной и внеурочной деятельности, которые также включают духовно-нравственное воспитание, они имеют свое, так скажем, модульное назначение как раз-таки в содержании воспитательной деятельности, а именно в программе по воспитанию они включены. В рамках этих модулей, не буду останавливаться на каждом из них подробно, вы видите здесь и предметно-пространственную среду, которая непосредственно заключается в том, чтобы изучить, например, непосредственно, допустим, через государственную символику более глубоко и детально изучить как раз-таки о малой родине. В целом, например, территория Российской Федерации можно еще больше расширить свои знания обучающимся, ну и так далее. Конечно же, в рамках, почему внеурочной деятельности хотелось бы коснуться, да, почему? Потому что внеурочная деятельность, так как является более вариативной, естественно, имеет доступность для обучающихся, предполагает оптимизацию учебного процесса, адаптацию ребенка к образовательной среде. Конечно же, в рамках внеурочной деятельности реализации направлений воспитания, они тоже предусматриваются. Здесь я подчеркну, тоже предусматриваются, потому что мы понимаем с вами, что воспитательные мероприятия, занятия, они реализуются. Даже целая, есть должность, да, советника, директора по воспитанию. И, конечно же, мы с вами понимаем, что данный советник работает как раз-таки в рамках воспитательной направленности. Но не стоит забывать, что образовательный процесс, он непрерывен, он работает системно. Не зря в основе стандарта, да, федерального государственного образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход. То есть каждый элемент между собой имеет взаимосвязь. И, конечно же, опять же, в рамках той логики, как вам продемонстрировано на уровне дошкольного образования, здесь также представлено гражданско-патриотическое воспитание уже в системе начального общего образования. И духовно-нравственно будет на следующем слайде. Потому что оба направления имеют очень четкую взаимосвязь между собой. И, ну, например, давайте остановим свой взгляд, допустим, понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему, будущему, родного края, своей родины, России, российского государства. Мы с вами, люди взрослые, прекрасно знаем, что такое сопричастность и осознаем, каким образом ребенок может понять непосредственно свою причастность к родине. Духовно-нравственное воспитание. Вот обратите внимание, да, здесь, конечно же, уважающие духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности, доброжелательные, проявляющие сопереживание, готовность оказывать помощь, умеющие оценивать поступки с позиции и их соответствия нравственным нормам, осознающие ответственность за свои поступки, владеющие представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, обратите внимание, имеющие первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповедания и так далее. Естественно, все эти целевые ориентиры, они включены в рабочей программе воспитания, но есть момент того, что они ведь между собой очень четко пересекаются. Но обратите внимание, мы не можем отделить духовно-нравственное от гражданско-патриотического и сказать, что вот, например, сейчас мы развиваем, допустим, только, например, духовно-нравственное воспитание. Точно так же, как ценности научного познания и другие направления воспитания. Лишь потому, что какой-то из элементов, как я порой объясняю своим обучающимся, выскакивает, он более так вот как раз выпячивает. И вот если мы с вами понимаем, что развиваем целостную как раз картину мира у ребёнка, конечно же, каждая направленность между собой, она взаимосвязана. Между собой взаимосвязана настолько, что позволяет развивать как раз-таки у детей дошкольного и младшего школьного возраста, например, как мы сейчас с вами изучаем, духовно-нравственное воспитание. Не стоит сейчас, конечно же, настолько думать о том, что данное учебное пособие уже потеряло актуальность, потому что на самом деле учебное пособие было разработано в 2010 году, когда как раз-таки Логинова и Данилюк раскрыли духовно-нравственное развитие воспитания. Если не ошибаюсь, вплоть до как раз-таки звена основного общего образования, в том числе прям целую серию таких пособий сделали и непосредственно попытались для нас, сотрудников образовательной сферы в первую очередь, и в том числе родителей и их детей, раскрыть как раз-таки, что же такое духовно-нравственное воспитание и как его развивать. Естественно, здесь представлены лишние большие фрагменты. Конечно же, сейчас уже с 2021 года действует как раз-таки обновленный ФГОС, но все же данная страница учебного пособия очень интересна для развития как раз-таки данной направленности. Но обратите внимание, кроме напутственных слов, каждому ученику существует ситуация. Помните, ранее вам я говорила, что любое занятие воспитательной направленности мы всегда ориентируемся на три как раз-таки области. И одна из этих областей была поведенческая. То есть насколько в рамках своего действия, в рамках своего поведения ребенок сможет это сделать. Одно дело мы говорим, что такое хорошо, что такое плохо, а другой момент, когда ребенок как раз-таки реализует это на уровне своего действия. И здесь представляется интересная ситуация, где ребенок может выбрать непосредственно, каким образом он поступит. Потому что ситуация с тем, что мальчик или кто-то из, допустим, семи там, например, разбил чашку, либо вазу, существует во многих семьях. Или, например, там подарили не ту игрушку, а ребенок ожидал, например, может, конструктор, а ему подарили что-то другое. Он хотел, может быть, погулять там, допустим, со своими друзьями, а его не пустили на улицу, потому что, например, не сделал уроки. Или, например, нужно поухаживать за бабушкой. То есть каждый раз мы с вами понимаем, насколько на уровне как раз-таки ситуации вырабатывается у детей понимание той или иной ценности. ценности как раз-таки, например, как семья. Потому что она является основой основ. Для меня, например, лично мое сугубо мнение, что как раз-таки семья, она закладывает много что в личности. Конечно же, не буду отрицать, что, допустим, его референтная группа может также повлиять на становление мировоззрения. Но все же, если есть доверие ребенка к родителям, к законам представителям, есть понимание того, что он спокойно может подойти и расспросить, уточнить, естественно, он уже будет на волне того, что можно рассказать что-то такое, то, что, возможно, его углужит несколько дней подряд. А мы, как взрослые, даже не понимаем и недоумеваем, почему у ребенка нет настроения. И проговаривая все это, вышесказанное, хотелось бы, конечно же, я вижу, да, ваши поднятые руки, и даже вижу вопрос. Ага, здесь уже вопрос задан больше не по теме, а по тому, как скачать презентацию. Вам еще раз объяснят, если что, уже в конце, так скажем. Даже здесь прописали уже, как это сделать, хорошо. Не совсем поняла поднятые руки, может быть, вы хотите проговорить свой вопрос, тогда напишите, наверное, в чате, потому что здесь есть понятие, что... Так, ага, вижу. Сейчас, секундочку. Как интересно вы закинули в чат такую информацию. Хорошо. И далее продолжу тогда. Раз, получается, вопрос касался только презентации, заметила буквально недавно, поэтому вам уже ответили, может, еще раз повторять. Не переживайте, вы ее скачаете, там разрешение есть. И вот как раз-таки говоря, в целом о духовно-нравственном воспитании, подытожу еще раз, направление воспитания согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования существует несколько. Конечно же, это и гражданско-патриотическое, это и духовно-нравственное, это и в том числе умственно, это и ценности научного познания и так далее. Конечно же, мы с вами понимаем, что в рамках Федерального государственного образования стандарта дошкольного образования мы опираемся также на программу воспитания. И в этой программе воспитания раскрыты целевые ориентиры тоже. естественно, основываемся на пяти областях развития личности. И согласно преемственности дошкольного и начального общего образования существует своего рода как раз-таки вот эта вот красная линия логика проведения образовательной деятельности, в рамках которых понятия обучения, воспитания, развития, они неразрывны между собой. Мы понимаем, что урок, например, или, например, воспитательное занятие, возможно, режимный момент, имеет между собой общность. Но, конечно же, и имеет также и отличие. Однако цель у нас одна. Она воспитания гармоничной, развитой личности, которая как раз-таки испытывает, как вот мы сейчас с вами увидели это слово, сопричастность, да, чувствует эту сопричастность к родине, да, к малой родине. Не только знает свои ценности, да, но и в том числе их проявляет. То есть он относится уважительно к окружающему миру, он относится уважительно к своей малой родине, и в том числе родине в целом и так далее. Он проявляет как раз-таки познавательную активность. Вот картина как раз-таки такой развитой личности, она многогранна. И постепенно завершая, переходя как раз-таки к следующему слайду, хотелось бы, начинала я также со слов Ушинского Константина Дмитриевича и завершить его цитаты, одной из моих любимых цитат, потому что на самом деле посредством любви можно так воспитать дитя, чтобы оно привыкло, безусловно, повиноваться воспитателю без наказаний и наград. На самом деле есть момент того, что посредством как раз-таки вот этой безграничной любви можно воспитать духовно-нравственную личность. То есть личность, которая непосредственно будет отдавать свою заботу, своё уважение, трепетное отношение к окружающим в том числе. Вот как есть понятие того, что как мы относимся к людям, так и они к нам относятся. Я, конечно же, могу поспорить, как говорится, с некоторыми личностями, которые считают, что всё равно социальный фактор действует больше всего на ребёнка. Но есть момент того, что если между родителем и его ребёнком существует доверие, ребёнок спокойно подойдёт и расскажет. Возможно, у родителя возникнет как раз-таки желание расспросить, разузнать, а что случилось, а что не так. Я очень надеюсь, что у вас существует между своими воспитанниками реально доверительное отношение, уважительное отношение друг к другу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пропишите их. Спасибо вам за внимание. Так, я так поняла, что вопросов только по сертификату или бы по презентации. Хорошо, я благодарю вас за внимание. Еще раз я доверяю.